Гамлет. Третий акт. Третий акт. Бессмертной трагедии Шекспира написан мной во время планового отключения горячей воды со всеми вытекающими, то есть не вытекающими, последствиями. Привет вам, Гильденстерн и Розенкранц. Сантехника не вы мне вызывали, как ненавистый отчим грозен кран, цунами мне устроивший в подвале. Там всплески брызг и капель перестук, там водопад грохочет, как тачанка. Сантехник просит шведок пару штук, а у меня одна и та дачанка. Он взмок, продрог и выбился из сил, убивая в течь засаленную ватку. Болгарку для чего-то попросил, а почему не сербку, не хорватку? Как жить мне без воды и без тепла? Быть или не быть холодной грязной свинкой? Сантехник, сволочь, требует бабла, грозит прийти ко мне с какой-то финкой. Я превращаюсь в знатного гребца, по коридорам к ковшикам-то баню, а ночью мне явилась тень отца, и тень сказал, Иди ты, гамлет, в баню. Мыть или не мыть мне ноги прицел? Сходить на речку вечером с кастрюлей, как будто бы за пивом в гастроном или прослыть отъявленным грязнули? Да ж кандыбаю к речке как-нибудь, но вдруг там барракуды и миноги? А может умереть, потом уснуть и закрапеть, а после вымыть ноги? Мыть или не мыть? Вот в чем. В какой бадье? В кастрюле из-под первого? Второго? Афелия сидит в одном бюстье, зачем ей два? Она же не короба. Она от рада дней, ночей и утра, кондишен, зной, камин во время стужи, я ей пишу, пока она без пудр, румян, белил, теней, помад и тушь. Талантливее, чем Пушкин Анни Керн, таинственнее, чем аббревиатура, привет вам, Розенкранц и Гильденстерн. Она поймет, она почти не дура. Я написал, как Лермонтов, как Блок, и, зная себе стоимость шедевра, Я этот гениальный монолог бродячей труппе сдал за 30 евро. Нетленный текст, не жалкий суррогат, закралась мысль, что я не бедный, Юрик. Приобретен точильный агрегат, острее бритвы, новый мой топорик. Пусть слава ищет прим бродячих труп, мне ближе слава зеков лесорубов. Я тороплюсь, мне нужно сделать труп. Я так давно не делал этих трупов. Ты помнишь, мама, как я топором, мышей и крыс разделывал задачи? Я прекрасно справился с задачей, но думал, это крыса за ковром, а оказалась прихвостень крысячий. Взоре меня отныне Родион, жестокий укротитель мясорубки. Я еду в Лондон, там есть стадион, где я смогу раскаяться в поступке. Суди мне пару сотен на аванс, отдай их Гильденстерну с Розенкранцем. Их финка ждет с сантехником засранцем. Записка вот, купите муфту с фланцем. Спасибо Гильденстерну и Розенкранцем.